Я пошел в СИСАМ для того, чтобы улучшить свои способности, навыки, усовершенствовать их. Я отчасти тоже уже что-то умею и без СИСАМа, потому что в профессии нахожусь уже 6 лет. Подумал, что мне этого не хватает, поэтому я пошел в СИСАМ. В СИСАМ я поступила, чтобы получить профессиональное образование и начать свой путь как уже самостоятельный повар и кондитер. Как я считала, это профессия моей души, так сказать. И я бы очень хотела в будущем работать. Шеф-поваром, может быть, даже открыть свой ресторан. Ну, я вообще экономист по образованию, но очень люблю готовить. Мне всегда не хватало профессионального образования. Я там какое-то время готовила на заказ. Ну, какие-то такие вещи, да, не может быть, не очень значительные в эти профессии, шаги совершала. Я здесь недалеко живу. И прям вот увидела объявление на витрине салона Вероники. Вот прям вот каким-то одним моментом я решила, что все, я иду сюда учиться. Вообще все обучение было настолько ярким и интересным, что даже довольно сложно выделить какой-то определенный момент. Но мне очень понравились модули грузинской кухни, потом когда мы готовили сыр и итальянская кухня. Очень интересная была выпечка. Отдельно дам спасибо Евгению. Прям пламенный привет ему улетит. Везде по чуть-чуть что-то было интересно. Не могу сказать, что что-то именно конкретно. Везде по чуть-чуть пытался что-то ухватить и взять. Ну, если честно, я здесь самая взрослая, ну, не буду говорить самая старая, да, самая взрослая ученица, студентка. Я получила колоссальный опыт, вообще, вот, драйв, я не знаю, общение с ребятами. Мне кажется, меня приняли, ну, шефы роскошные все. Юля – прекрасный куратор. Ну, я не знаю, я получала каждый день удовольствие. Мне все было интересно, если честно. Но самым-самым интересным, наверное, была итальянская кухня. Такого-такого нет. Все-все-все получалось. Ну, самым сложным для меня было, наверное, я как бы знаю английский, но я поняла, что у меня есть куда расти. Самое сложное, наверное, это интенсивный график. Самое сложное – это, наверное, график, потому что занятия были очень интенсивные, и порой после занятий еще приходишь на экзамены, и устаешь. Но радость от того, что ты все сдал, находишься в приятном коллективе, и это все забывается. Развиваться дальше в профессии, расти. А так – мечта открыть свой ресторан. Первым делом поехать за границу, набрать сам опыта, и потом уже как-то открывать свое дело. Думаю, у себя на родине, в Таджикистане, так сказать, сначала попрость, потом дальше. За границей тоже. Ну, это, конечно, мечты. Но, надеюсь, они сбудутся. Я бы хотела пойти куда-то работать уже по специальности, со своим дипломом, применять знания, полученные здесь, и впоследствии хочу открыть свое заведение. Я вообще мечтаю о чем-то, ну, там, не замахиваясь на звезды Мишлен, да, но мне вот в моих мечтах давно какое-то уютное домашнее, там, капе, заведение, ну, а уж в розовых мечтах на берегу моря.